А вот в Алматы стартовал 12-й этап дезинфекционных работ. С сегодняшнего дня усиливается санитарная обработка на территориях школ и детских садов. Специалисты в защитных костюмах обеззараживают дворы и игровые площадки социальных объектов. А вот внутренней обработкой образовательных учреждений занимаются санэпидемиологи. Айдана Нураш наблюдала за процессом. Военнослужащие заправляют спецтехнику АРС-14. Ее используют для охвата больших территорий. В емкость с водой, которая вмонтирована в спецтранспорт, заливают 5 литров хлорсодержащего средства. Сегодня этим составом обрабатывают территорию детского сада. Наши сотрудники проводят дезинфекцию внутренних помещений. А вот территории, конечно, сложнее. Спасибо военнослужащим. Они тщательно обеззараживают детские игровые объекты. Весь участок и двор нашего детского сада дезинфицируют раз в неделю. Веранды садика пустуют. Не слышно детских голосов. Только шум военной техники. Многометровые шланги позволяют обработать каждый угол дошкольного учреждения. Задача продезинфицировать каждый уголок, чтобы не оставалось даже сухих мест. В каждой из 12 бригад трудятся 12 офицеров военно-инженерного института. Пока гражданские коллеги обрабатывают жилые массивы, армейские подразделения дезинфицируют улицы, тротуары, остановки, а также важные стратегические и социальные объекты. Военнослужащие Алматинского гарнизона проводят дезинфекцию территории школы номер 172. В работе задействована также спецтехника Арс-14, которая химическим раствором может обработать большие участки. К слову, площадь территории этой школы составляет порядка 12 тысяч квадратных метров, для обработки которой ушло 2000 литров химического раствора. Сами военнослужащие тщательно защищены специальными костюмами и масками. Об опасности вируса они хорошо осведомлены. В военных вузах дезинфекцию изучают основательно. Вступление на службу с курсантских времен обучается всем делу именно по радиохимической и биологической защите. Проводятся занятия нашими командирами, руководством нашего института. Перед началом карантина были проведены большие занятия. Каждым военнослужащим были сданы зачеты, нормативы по обработке. Ежедневно проводится инструктаж личного состава при убытии на какие-либо работы дезинфекции. И также у нас медицинский осмотр проводится ежедневно. Всего с начала ведения карантина по городу продезинфицировано 192 школы и 150 детских садов. В целом за первый день 12-го этапа силами городских служб обработано свыше 7 тысяч подъездов. В массовой дезинфекции приняли участие более 400 человек. По состоянию на 4 мая в городе остался 71 очаг коронавируса. На участках повышенной опасности постоянно работают 7 бригад профессиональных дезинфекционистов.